МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На первом карагандинском новости в студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. Сегодня в Сочи открылись зимние Олимпийские игры. Нурсултан Азарбаев предлагает переименовать Казахстан в Казахиле. Акима города Караганды Мирама Смоглова избрали председателем карагандинского городского филиала партии Нур-Отан. Сегодня в Сочи открылись зимние Олимпийские игры, где в составе сборной страны выступит наша землячка, конькобежка Екатерина Айдова. В день начала этих масштабных соревнований в шахтерской столице стартовала и зимняя традиционная сельская спартакеада среди городов и районов области. Подробности расскажет Николай Кровец. Праздничные мероприятия начались с двух автопробегов от Ледового дворца Караганда-Арена и парка культуры и отдыха Нового Майкудука. На улицах города появились белые автомобили, украшенные олимпийскими символами и флагами нашей страны. Конечная точка, куда должен приехать транспорт-стадион «Шахтер». Именно здесь прошло открытие зимней спартакеады «Карлокэс» и «Аккэс», в которые примут участие около двух тысяч человек. Начало соревнований сопровождается хорошим настроением. На территории стадиона участники спартакеады – юные спортсмены. Повязали ленточки на дерево желаний. Люди пришли пожелать победы и успешных выступлений всем участникам, а также тем, кто будет представлять Казахстан на соревнованиях в Сочи. Наша олимпиада будет проходить два дня. В соседаниях принимают участие девять районов области по четырем зимним видам спорта. Специально на эти соревнования приехала и мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Шалпан Несельбельдинова из Жанаракинского района. Потому что сегодня открывается олимпиада, в честь олимпиады, и привлечь молодежь к спорту, к зимнему спорту, чтобы наши молодежи больше увлекались спортом. И вот сегодня собрались весь район, со всего района приехали с Карагандинской области. И вот привлекаем молодежь к спорту. В составе команды от каждого района области участвуют по 30 человек. Возраст участников не ограничен, от 18 лет и старше. Закрытие соревнований пройдут 8 февраля во дворце спорта Нуркена Абдирова и будут объявлены победители. Пожелаем всем удачи. Николай Кровец, Карат Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Нурсултан Назарбаев предлагает переименовать Казахстан в Казахьеле. Об этом глава государства заявил в ходе беседы с представителями общественности Атыраусской области, сообщает пресс-служба Аккорды. Первые отзывы карагандинцев на предложение главы государства узнавали наши корреспонденты. Идею вечного государства общество встретило свое воодушевление. В этой связи Нурсултан Назарбаев высказал мнение относительно официального наименования республики. В названии нашей страны есть окончание Стан, как и у других государств Центральной Азии. В то же время иностранцы проявляют интерес к Монголии, население которой составляет всего 2 миллиона человек. При этом в ее названии отсутствует окончание Стан. Возможно, нам надо рассмотреть со временем вопрос перехода на название нашей страны Казахи-ли, отметил президент. При этом Назарбаев подчеркнул обязательную необходимость обсуждения данной инициативы с народом. Я считаю, что здесь должна поработать и группа специалистов, как языковедов, политиков, имиджмейкеров, чтобы с точки зрения произношения. Возможно, чтобы в дальнейшем название работало только на нас, на Казахстан. Конечно, название страны имеет большое значение. Чтобы занять свою нишу в огромном мире, мы, простой народ, должны быть патриотами своей страны. Только тогда добьемся высоких результатов на мировой арене. Казахи-ли – это достойное название для Казахстана. Если переименовать название страны, то, соответственно, поднимется и патриотический дух всего народа. Страна должна процветать, развиваться, а для этого немаловажно мнение людей, живущих в Казахстане. Глава государства подчеркнул, что при сохранении единства и толерантности наша страна достигнет всех поставленных целей. «Наше преимущество в разнообразии многоэтничного народа», заключил Нурсултан Назарбаев на встрече с общественностью Атыраусской области. Акима города Караганды Мирама Смогулова избрали председателем карагандинского городского филиала партии «Нур-Утан». Это решение было принято сегодня на 14-й внеочередной конференции партии. Подробности в следующем сюжете. В избрании председателя областного филиала партии принимали участие первые заместители партии «Нур-Утан», руководители государственных учреждений, акимы районов и другие делегаты. Участники конференции говорили о внесении изменений в состав полицовета карагандинского городского филиала партии, о новых задачах, поставленных президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. На внеочередной конференции темой для широкого обсуждения также стало новое послание главы государства «Казахстанский путь 2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее». Здесь президент Нурсултан Абишевич Назарбаев говорил о здравоохранении, развитии малого и среднего бизнеса, отметил важность образования в нашей стране. Именно это и многое другое сегодня обсуждалось на 14-й конференции карагандинского городского филиала партии «Нур-Утан». Люди в погонах, наделенные большими полномочиями, должны отличаться безупречным поведением, высоким профессионализмом. Именно об этом говорил в своем послании президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. В департаменте внутренних дел Карагандинской области прошла встреча с депутатами мажориста парламента Республики Казахстан по разъяснению программного документа. «Казахстанский путь 2050 – единая цель, единые интересы, единое будущее». Так звучит послание лидера нации народу Казахстана. На встрече мажористмены разъяснили основные положения и четкие ориентиры, обозначенные в документе, которые позволяют сделать качественный рывок, определить задачи и принципы, по которым будет жить Республика Казахстан для вхождения в тридцатку самых развитых государств. «Глава государства обозначил те моменты, каким путем мы будем достигать вот те цели, которые обозначены в данном послании. Вроде бы в мире развивается кризис, в то же время наш глава государства говорит о том, что нужно строить планы на будущее и как мы должны жить». В открытом диалоге с личным составом Департамента внутренних дел Карагандинской области депутаты обсудили вопросы борьбы с коррупцией. «Удалось отстоять, поставить вопрос и отстоять появление полноценной в этом законе полноценной главы о социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел. Первое, что первое базовое положение, которое отразили мы в этом законе, о том, что служба в органах внутренних дел – это особый вид государственной службы, который связан с тем, что есть определенные лишения, есть определенные сложности, есть высокая степень ответственности, и все это требует соответствующих социальных гарантий». Также говорилось о поставленных президентом страны задачах перед правоохранительными органами, ведь они должны приложить все усилия, чтобы обеспечить всем казахстанцам надежную безопасность. Продолжаем выпуск. «Город, рожденный в степи» – так назвали выставку, посвященную 80-летию Караганды в областном историко-краевическом музее. Сами горожане принимали активное участие в создании экспозиции. Основой экспозиции стали бытовые предметы, отражающие время той эпохи. Не так уж и много времени прошло, не больше одной человеческой жизни, а мы уже вспоминаем о недавних событиях, как о давно прошедшем времени. И действительно, город и карагандинцы вместе с ним пережили огромные исторические события. 30-е, 40-е, 60-е, 90-е годы уместились в одном зале. Удивительно, как смогли сжать время на такой маленькой, но очень компактной выставке. И все, наверное, потому, что все сделано с любовью. Город начинался в 30-х годах прошлого века рядом с шахтами, которые открыли французы и англичане. Это так называемый «старый город». Благополучное истечение таких обстоятельств, как уголь и запасы цветных металлов, дали толчок для развития будущего этого города. Предметы быта передают атмосферу тех времен. Караганда строилась как новый социалистический город. Значки и знаки отличия – непременный атрибут времени социализма. История, которую можно не только знать, но и ощущать. Проследить в экспонатах полную историю нашего города. То есть не только в промышленном, как является наш город, но и в культурном, образовательном, спортивном. Естественно, в прошлом году и в этот год будет продолжаться, мы провели акцию «Дар любимому городу». На основе этой акции все собраны нами экспонаты, горожан Караганды и моногородов. То есть это Шахтинск, Тимиртау. Здесь представлены экспонаты, начиная с советских времен, заканчивая нашим временем. За короткое время на выставке можно проследить развитие Караганды за 80 лет. Так жили и строили город все это время карагандинцы. Уголок, который за моей спиной стоит, мы создали такую инсталляцию, рабочий кабинет председателя горсовета. Например, естественно, с бюджетом Ленина, с советским флагом, бытовыми принадлежностями того времени. Собравшиеся на открытии выставки провели круглый стол. Город, устремленный в будущее, посвященный 80-летию Караганды. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Учащиеся учебных заведений нашего города сегодня вышли на флешмоб. В небо они запустили 300 шаров с новым логотипом юбилейной Караганды. Вместе со студентами в это мероприятие принял участие и наш корреспондент. Подобная акция молодежь Караганды хотела поздравить свой город с 80-летием. Идея такой встречи появилась у активистов Альянса студентов Казахстана. На флешмоб вышли учащиеся колледжи и вузов нашего города. Всего 300 человек. По словам руководителя Центра по работе с молодежью, наших современников легче собрать вместе именно в конце недели. Учитывая чисто временные рамки, то есть сегодня пятница, в понедельник очень трудно, наверное, будет собрать студентов. И выходные дни тоже самые. А учитывая, что завершающая неделя, завершающий день недели, намного проще студентов. Ну, это чисто технический организационный момент, скажем. У каждого учебного заведения свой график занятости студентов. Но было видно, что молодежи интереснее время проводить на морозе, чем в тёплом помещении. Кто-то на улице исполнял песни, пока готовились к акции, а кто-то курил в сторонке. А студенты, которые ведут здоровый образ жизни, высказали свои пожелания нашему городу. Процветания. Успехов. Что все знали не только по фразе «где-где в Караганде». Здоровья всем. Счастья. Дружбы. Благополучия. Особенно понравилось студентам запускать шары в небо с логотипом 80-летия Караганды. Правда, сколько денег было затрачено на них. Руководитель Центра по работе с молодёжью затруднился ответить. Но, пожалуй, не это главное. Сколько участников, столько шаров. Соответственно, 300 шаров было. 300 шаров. 300 шаров маленьких и 6 шаров больших с логотипом 80-летия города. Николай Кровецк, Ратвашитов, Бахтя, Роспанов. Первый Карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди». Прекрасный выбор за вами. С 1 января 2014 года в налоговом законодательстве Республики Казахстан произошли изменения, которые касаются охотничьего сословия. Правила выдачи удостоверений охотника несколько изменились. В области насчитывается около 15 тысяч охотников-любителей. Как и прежде, можно охотиться до 15 февраля на зайцы, лесу, корсака, волка. Но получать удостоверение охотника надо будет в карагандинском филиале Республиканской ассоциации «Консар». Там же и оплатить государственную пошлину. Приказом министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 29 ноября 2013 года были внесены изменения в правила выдачи и удостоверения охотника, егеря и рыбака, где было прописано, что ежегодная регистрация удостоверения охотника проводится с ассоциацией. Для кого-то главное в охоте – дичь. А кто-то любит просто бродить с ружьем. Но для всех обязательно плата за право поохотиться. На сегодняшний момент это составляет 0,25 МРП. Грубо говоря, это 500 тенге. И все люди приходят на Юрбаево-66, кабинет 3, где мы проводим регистрацию удостоверения охотников. Поэтому это как бы немножко упростило то, что к нам не надо идти через банк. Прежде чем выехать на охоту, необходимо взять разрешение на определенный вид дичи, приобрести путевку у природопользователя, получить разрешение на ношение огнестрельного оружия и, конечно, иметь охотничий билет. С 1 января 2014 года за выдачу переоформления удостоверения охотника, дубликанта получения удостоверения охотника, государственная пошлина занимается в размере 200% в месячном расчетном показателе. В этой связи филиалы и представительства Ассоциации «Карсонар» должны производить ежегодную регистрацию удостоверения охотника, не требуя при этом подтверждения оплаты государственной пошлины за ее ежегодную регистрацию. Изменения произошли чисто административного порядка. Они не должны повлиять на сам процесс охоты и азарта преследования дичи. Правда, охотникам в очередной раз напоминают – прежде чем стрелять, нужно получить разрешение. Сергей Високосов, Бахия Руспанов, Первый, Карагандинский. Московский цирк на воде «Сказочная лагуна» провел свой мастер-класс. Приглашенные дети могли не только смотреть на шоу-программу с дрессированными животными, клоунами и силачами, но и поучаствовать в выступлении с артистами прямо на манеже. Амина Смакова продолжит. Эти кадры – только маленькая часть того, что привез с собой московский цирк на воде «Сказочная лагуна». Помимо силачей, морских котиков и зажигательных танцев индианок, есть еще и веселые обезьяны-попугаи, клоуны, гимнасты и многие другие. На этом небольшом выступлении цирковая труппа решила дать детям возможность поучаствовать в своем шоу и ближе познакомиться с дрессированными животными. К примеру, этот разноцветный попугай Майло летал по всему манежу и часто останавливался возле детей. Также он игрался с мячом и крутил обруч. Дрессировщица Наталья Тищенко рассказывает, что Майло даже и разговаривать может. Кстати, помимо говорящих попугаев, у нее в команде есть еще и веселые морские котики, которые и в мяч поиграли, танцевали, показывали различные трюки со своей хозяйкой. И тюлени, и попугаи обещают, что на основном шоу, которое пройдет завтра, они удивят зрителей. Мы удивим обязательно деток, потому что мы очень много репетировали и старались придумать новые трюки для этой программы. Но я думаю, детям понравится. Маленькие карагантинцы в восторге от обезьяны в красивом зеленом костюме. Дрессировщик Сергей Федотов рассказывает, что маленькая шаловливая обезьянка Лола очень капризная и иногда с ней бывает трудновато. Легче, потому что она больше понимает. Но она ей порой трудно заставить это сделать. То есть она не хочет делать. Не хочу и все. На мастер-классе такой фразы, как «не хочу» у Лолы не было. Она танцевала, махала руками, кувыркалась и отправляла воздушные поцелуи юным зрителям. Как и другие животные, выходя на манеж, она забывает о своих капризах и поражает детей и взрослых своими номерами. Животные заставили детей смеяться и громко аплодировать. А силач Руслан Гельмулин, который три года назад был финалистом «Минуты славы», заставил их замереть. Геркулес вынес на своей спине 100-килограммовое бревно. Он подкидывал его, крутил на своей спине, а потом эффектно бросил воду. Наши недоверчивые дети подходили, трогали и даже попробовали поднять это бревно, дабы удостовериться в весе. Тяжелый атлет этому был рад. Мы хотим так, чтобы в конце представления, ну, где-то положить на видном месте, и чтобы каждый уходящий смог попробовать, да. Разноцветные веселые клоуны сначала рассмешили детей, а потом уже пригласили всех на манеж. Там они и по веревочке ходили, через скакалку прыгали и даже жонглировали. Клоун с 28-летним стажем Сергей Шмаков утверждает, что их самая главная задача рассмешить и малого, и старого в цирке. У нас тут четверо таких, даже пятеро веселящих ребят. Наша задача входит, чтобы не заскучал ни взрослый, ни тем более маленький зритель. Маленькие карагандинцы не знали, куда их смотреть. Все им понравилось. Особенно стоять на сцене рядом с артистами. 12-летняя Наталья Гурьянова даже решила, что обязательно пойдет на основное выступление 8 февраля. Особенно страшно было, когда он в воду его кинул. Мне понравилось, как маленькие котики, вот эти вот, они игрались, вот это. Такое все, хорошее было. Артисты обещают, что основная программа завтра будет еще лучше и разнообразнее. Ведь, как говорится, самое сладкое остается напоследок. Так и в цирке. Если вкратце описать программу на 8 февраля, то карагандинцев ждут аттракционы, дрессированные животные, жонглеры, гимнасты, лазерное шоу, световые фонтаны и поющие водопады. Не упустите свой шанс побывать в цирке на воде. Амина Смакова, Ожас Габаса, Бахтеор Аспанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Уважаемые карагандинцы и гости города, приглашаем вас 8 февраля текущего года на сельскохозяйственную ярмарку в честь празднования 80-летия города Караганды. Торговля пройдет в районе торгового центра «Юбилейный», «Гринмарт» у рынка «Гасыр» в Майкудуке и на площади перед магазином «Турист». Районные и местные товаропроизводители будут реализовывать свою продукцию по ценам ниже рыночных на 10-15%. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Амансо Болонгстар.